На волне Ночное такси сегодня и всегда с Александром Крумином. Ночное такси Ночное такси В «Близком ретро» я сегодня показываю вам фрагмент самой первой профессиональной записи Михаила Круга. Эта запись была сделана нами, происходило все это 12 апреля 1995 года в уютном Санкт-Петербургском театре эстрады. Это был самый первый фестиваль, который посвящался памяти Аркадия Северного. Именно с тех пор этот фестиваль стал цикловым и проводится в нашей студии каждый апрель. Вот тогда на самое первое такое концертное выступление мы пригласили Михаила Круга и братьев «Жемчужных». Это был очень ответственный концерт для Михаила, потому что до этого выступления, до этой съемки он никогда не выступал официально за пределами Ствери. К друзьям ездил, а вот концертов не было. Он очень волновался, ему очень хотелось представить свои самые новые песни. И я считаю, что получилось тогда все очень добротно. Братья «Жемчужные» разучили несколько композиций и аккомпанировали Миши после небольшой репетиции, которую провели днем, перед началом концерта. Большую часть песен Миша исполнил при собственном акустическом аккомпанементе. Получилось много. На самом деле он спел более 40 минут. Эта запись долгое время хранилась в нашем архиве, частично показывалась в эфире «Ля Минора», но совсем недавно, в прошлом 2009 году, была издана нами на DVD в серии «Золото шансонов», поэтому у вас есть возможность ознакомиться с этой видеофонограммой полностью. Ну а сегодня для рубрики «Бриское ретро», для той рубрики, где мы показываем вам вчерашнюю, но очень актуальную, как мы убеждены, музыку, фрагмент того самого Мишиного выступления. Я в детстве подружился с сигаретой, бывало, по карманчикам шмонал, и по паре мешком лупил за это, но я тайком, как прежде, воровал. Меня девчонки рано полюбили, и с вечеринок пьяного вели. Однажды было, чуть не посадили, за что «Жиган-Лимон» нарекли. «Жиган-Лимон» — мальчишки симпатичные, «Жиган-Лимон» — с тобой хочу гулять, «Жиган-Лимон» — с ума сводил отличниц, тебя, «Жиган» — хочу поцеловать. А девчонки без ума по мне страдали, тогда в почёте было быть блатным. И от досады плакали ночами, что я не приходил навстречу к ним. Конечно же, в малолетках нет фигуры, а тётя Люда знала, чем привлечь. Девчонки, ну какие же вы дуры, ну как на первый номер можно лечь? «Жиган-Лимон» — мальчишки симпатичные, «Жиган-Лимон» — с тобой хочу гулять, «Жиган-Лимон» — с ума сводил отличниц, тебя, «Жиган» — хочу поцеловать. А целоваться было интересно, и вечером на лавочке сидеть. И первые свои блатные песни я мог часами под гитару петь. Конечно же, теперь я стал солидным, и под окном с гитарой не стою. За километр узо моё видно, но я вам, как и в юности, спою. «Жиган-Лимон» — мальчишки симпатичные, «Жиган-Лимон» — с тобой хочу гулять, «Жиган-Лимон» — с ума сводил отличниц, тебя, «Жиган» — хочу поцеловать. «Жиган-Лимон» — с тобой хочу гулять, «Жиган-Лимон» — с ума сводил отличниц, тебя, «Жиган» — хочу поцеловать. Косуясь сини дождь, мне смоет боль сердечную, А как оно болит, в нём радость и тоска. И входит тихо в дом одна душа беспечная, К другой душе родной, придя издалека. Я возвратился, здравствуй, мама. Ну что ты, перестань при сыне присчитать. Ну посидел слегка, а так я тот же самый. Ну что ты, перестань, ведь я вернулся, мать. А девочка моя не встретила, как прежде. И радости в глазах хватило на три дня. Лишь три забытых дня и восемь лет надежды Остались навсегда, на сердце у меня. Я возвратился, здравствуй, мама. Ну что ты, перестань при сыне присчитать. Ну посидел слегка, а так я тот же самый. Ну что ты, перестань, ведь я вернулся, мать. Цыганка, говори, накрутит срок и скорая. А значит, на этап по новой будут гнать. Туда, за горизонт, за решки, за заборы. А мама, как всегда, сыночка, будет ждать. Но я вернусь опять, дождется мама. И будет на крыльце при сыне присчитать. И я скажу ей, мам, не плачь, я тот же самый. Ну что ты, перестань, ведь я вернулся, мать. В ночном такси рубрика «Лицом к лицу». В рубрике «Лицом к лицу» я показываю вам сегодня одно из интервью Владимира Высоцкого. А так сложилось, что у меня в студии большая коллекция записей Высоцкого. В основном это интервью, которые были записаны сотрудниками шведского телевидения, либо телевидения ЗДФ в Германии. А так сложилось, что я, как журналист и продюсер, много общаюсь с теми, кто проживает в Швеции и в Федеративной Республике. И в свое время нам были подарены эти интервью специально для трансляции в России. Мы раньше никогда не показывали этих записей. Я считаю, что телевизионный журнал «Ночной такси» и канал «Ля Минор» это как раз то самое место, где следует показать вам уникальные встречи зарубежных журналистов с Владимиром Высоцким. Я, конечно, обязательно продолжу. Сегодня только первый фрагмент. Но я надеюсь, дорогие друзья, что вы оцените то, что мы показываем вам, потому что для многих такого качества и такого смыслового содержания интервью с Высоцким будут являться настоящим открытием. Итак, сегодня в рубрике «Лицом к лицу» зарубежное интервью Владимира Высоцкого. Итак, теперь им нужны такие люди, как Барберини, люди, которые смыслят в Математике. Федерсоний, мы еще доживем... Wenn Владимир Высоцкий im Moskauer Таганка-Театр den «Галилео Галилеи» spielt, dann fliegen, so meint man, die Fetzen. Das ist nicht nur Brecht, das ist auch Friedrich Schiller. Sturm und Drang, emotional und gleichzeitig berechnend. Selbst scheinbar neutrale Sätze stecken voller Hintersinn. Die Kunst der kleinen Freiheit, das Таганка und Высоцкий, beherrschen sie meisterhaft. Владимир Высоцкий ist nicht nur ein renommierter Schauspieler, er ist noch populärer als Chansonnier. Seine Sprache ist die Sprache der Moskauer Straße, auf der Bühne wie in seinen Liedern. Высоцкий ist ein Idol der Jugend, deren Mentalität er wie kein anderer verkörpert. Es ist die Generation, die nach dem Stalin-Kult groß geworden ist, frei in Sprache und Gestus, unpathetisch, undogmatisch, ironisch, frech, aber grundanständig. Die herausfordernde Ungezwungenheit, so ähnlich soll auch die Jugend der 20er Jahre aufgetreten sein. Und wie bei Высоцкий findet sich die poetische Absurdität auch bei Majakowski wieder, der seinerzeit die Liebe des Zerstörers zu einer Zerstörerin besang. Aber anders als bei Majakowski, der sich aus dem Himmel der Poesie in den Kommunismus stürzen wollte, sind Высоцкys Lieder illusionslos und unideologisch. Über 600 Balladen hat er geschrieben. Fantastische, burleske und politische, über alles Mögliche, was ihm auffiel und aufstieß. Über die Rekordsucht, über den Antisemitismus, über die Miliz, den Zoll oder Alkoholismus und auch darüber, was die Behörden von einem verlangen, der ins Ausland fährt. Einigen gefallen meine Lieder, anderen gefallen sie nicht, meint Высоцкий. Während es in aller Welt Sänger gibt, die ihre eigene Musik und ihre eigenen Texte vortragen, hatte es das bei uns nicht gegeben, dass jemand komponiert, die dazugehörigen Texte schreibt und das Ganze auch noch selber singt. Bei einer solchen Kombination sagen sich wahrscheinlich manche, Vorsicht! Das Genre ist also, wie Wesottsky sagt, neu. Es kam in den 60er Jahren auf. Der erste und, wie viele meinen, beste war Bulat Okuchawa. Dann Alexander Galitsch, der inzwischen ausgewandert ist und Juli Kim, der nur noch unter einem Pseudonym schreibt. Es gibt in der Sowjetunion wohl ein Dutzend guter Benkelsänger, aber keiner ist so populär wie Wesottsky. Er kennt Wolf Biermann aus der DDR nicht persönlich, aber hat viel von ihm gehört. Biermann und Wesottsky haben zwar den gleichen scharfen Ton, aber ähneln tun sie sich kaum. Während Biermann die Frechheit besitzt, Kommunist zu sein und das auch noch lauthals verkündet, hat man diesen Eindruck von Wesottsky nicht. Hinter seinen Liedern steht kein politisches Programm, genauso wenig wie hinter den Gedichten von Bella Ahmadulina, eine Lyrikerin von hohen Graden, die weniger auf die Politik als auf die Moral pocht. Manchmal ein bisschen enfant terrible, aber politisch nie in Bedrängnis. Ihre Gedichte sind in eine schöne, exotisch anmutende Sprache gefasst. So leicht, dass sich manchmal Sinn und Philosophie auflösen, ohne erfasst zu werden. Die Ideologie kommt in jedem Fall zu kurz, was allerdings die Bevölkerung kaum zu vermissen scheint. Da kommt eher Wesottsky an, anti-autoritär, ironisch und gerne absurd. Das Leben nach dem Tode mit deftigen Anspielungen. Keine Gartenlaubensprache, aber wer will heute noch aus dem Himmel der Poesie in den Kommunismus stürzen? Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, ein bisschen, ein Mensch. которые, конечно, хорошо вам известны и по нашему эфиру, и по фильмам в серии «Шансон. Клуб. Видео». Замечательный Слава Медянек, в студии которого записывались первые песни Сергея, замечательный аранжировщик и музыкант Александр Федорков — это те люди, которые помогли Сергею Ершову выйти к людям. На мой взгляд, качественный, добротный, очень мужской материал. Даже удивительно, что в течение двух лет, как начали создаваться эти песни, они не выходили в каком-либо музыкальном издательстве в качестве компакт-диска, и тем более не появлялись на видео. Я не звоню тебе так долго, Ты не зовёшь меня к себе, Хотя ты очень одинока, И это всё известно мне. Я вновь под окнами твоими Стою который раз в тиши, И вечер звёздами своими Похож на боль моей души. Ты одинока, одинока, Ты так решила для себя, Мне снится твой капризный локон, И он влечёт к тебе меня. Курю в тоске, смотрю на окна, Твой силуэт опять ловлю, Но почему ты одинока, Когда я так тебя люблю? И ты сейчас совсем не знаешь, Что я стою здесь в темноте, Ты снова ночь одна встречаешь, А мне так хочется к тебе, Ты одинока, одинока, Ты так решила для себя, Мне снится твой капризный локон, И он влечёт к тебе меня. Курю в тоске, смотрю на окна, Твой силуэт опять ловлю, Но почему ты одинок, А я ведь так тебя люблю. Ты одинока, одинока, Ты одинока, одинока, Ты так решила для себя, Мне снится твой капризный локон, И он влечёт к тебе меня. Курю в тоске, смотрю на окна, Твой силуэт опять ловлю, Но почему ты одинока, Когда я так тебя люблю. Но почему ты одинока, А я ведь так тебя люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Альбомный блог в программе Александра Фрумина «Ночное такси». В финале программы для вас традиционный альбомный блог, И я с большим удовольствием рассказываю И показываю вам фрагменты Самой новой работы Сергея Любавина. Этот фильм-концерт записывался На сцене Петербургского театра эстрады Совсем недавно, 17 февраля этого, 2010 года. Когда-то мы снимали видеоклип На папури под названием «Айсидора». Это было достаточно давно, в 2005 году. Я считаю, ролик получился очень удачным, И наверняка многие из вас видели его И в эфире телеканала «Ля минор», И на том альбоме лучших песен Сергея Любавина, Который мы издали на DVD уже 5 лет назад. Я очень был рад, когда Сергей сообщил мне о том, Что он захотел подготовить полную программу, Которую мы придумали совместные названия «Наш Есенин» Придумывали вместе, чем я горжусь. И с очень большой ответственностью Сергей решил все это представить на публике. Трудно сказать, будут ли постоянные цикловые концерты, С этим репертуаром. Но я считаю, что Сергей сделал очень важное И очень добротное дело. Он написал музыку к некоторым есенинским стихам, В то же самое время по-своему интерпретировал С новой аранжировкой те стихи Сергея Елисенина, Которые стали песнями за эти почти 70 лет После его ухода из жизни. Интересно, что сам Есенин никогда не писал стихи для песен, Он был действительно поэтом, что называется, Печатного слова, любил, правда, читать свои стихи сам. Интересно, что его песни уже после его ухода из жизни Стали таковыми благодаря народу И музыкантам, и любителям, и профессионалам, Которые написали на его замечательные Искренние стихи свои мелодии. Для меня очень важно, что новая интерпретация Принадлежит Сергею Любавину, Музыканту, с которым я очень дружен много лет. И я очень рад, что именно нашей студии Было доверено снимать этот фильм-концерт. Поэтому сегодня я с большим удовольствием Предлагаю вам фрагменты Самой новой работы Сергея Любавина В альбомном блоке «Наш Есенин». Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет, как с белых яблонь дым. У виданья золота охвачены, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь питься, Сердце тронутая холодком, И страна березового синьца, Не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже, реже, Разшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодье чувств. Я теперь скупее стал желанья, Жизнь моя, или ты приснилась мне, Словно я весенний кул ты ранью Проскакал на розовом коне. Словно я весенний кул ты ранью Проскакал на розовом коне. Всем и всем в этом мире пленны, Будь же ты вовек благословенна, Что пришло, брат, зверь и умереть. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло, брат, зверь и умереть. Будь же ты вовек благословенна, Что пришло, брат, зверь и умереть. Я, Александр Фрубин, всегда готовлю для вас 4 наших постоянных рубрики, Которые всегда представляются для вас в каждом полчасовом нашем эфире. Напомню, что это всегда рубрика «Близкая ретро». Здесь вчерашняя музыка. Здесь та музыка, которая уже более десятилетия, Либо по созданию этих песен, либо по их записи. Также всегда для вас рубрика «Лицом к лицу». Это наше интервью. Я считаю, это очень важная рубрика, Потому что вы из первых уст узнаете о том, как создается эта музыка. Конечно же, это обязательная рубрика «Новое имя». Совсем свежие записи и новые, зачастую даже неизвестные вам исполнители Появляются в нашем эфире дебютно. Также в финале программы для вас всегда альбомный блок. Здесь мы показываем фрагменты видео альбомов, Которые уже доступны для вас в форматах DVD и Blu-ray. Я, Александр Фрубин, искренне благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вам было с нами не грустно. И еще раз говорю вам о том, что эта программа создана для тех людей, Которые серьезно интересуются настоящей искренней музыкой шансона по-русски. Я, Александр Фрубин, благодарю вас за внимание И прощаюсь с вами до следующей недели. Спасибо вам! На волне ностальгических нот На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенад и раб... ... ... ... ...